Приветствую вас, и как вы, наверное, уже поняли, ваша коллега относится к вам неравнодушно. Вы умудрились чем-то ее задеть, как-то ее зацепить, причем зацепить, среди по всему, в негативном ключе, в негативном контексте. И причина этого может быть только в том, что вы своим поведением вскрыли ее определенные недостатки. Ведь смотря на других людей, общаясь с другими людьми, взаимодействуя с ними, так или иначе, ну в данном случае вы описываете невербальное общение с людьми. Теперь человек в других людях видит самого себя, видит отражение себя, и это отражение, оно не всегда прямое. Оно очень часто бывает искажено, к сожалению. И вот, ваша коллега в вас видит то, чего не хватает ей. Но то, чего она очень хотела бы, то, что ей очень нужно, то, о чем она мечтает, и то, что очень сильно ее раздражает. И именно поэтому важно видеть не только соперницу, потому что соперница, она ведь проявляется в конкуренции. А у вас в конкуренции как таковой нет, по крайней мере вы об этом ничего не пишете. Значит, ваша коллега просто завидует. Она вам завидует. Завидует тому, что вы можете одеть юбку, а она нет. Завидует тому, что вы, наверное, выглядите более элегантно, чем она. Более сильно, чем она, более эффектно, чем она. И несложно догадаться, что зависть – это такое чувство, которое имеет происхождение с зонизированную самооценку, неуверенность в себе, комплексы и неприятие себя самой. Исходя из этого, несложно сделать вывод, что у вас, как коллеги, все вот это есть. И комплексы, и занизенная самооценка, и непринятие самой себя. Я понимаю, что вам неприятно то, как она себя ведет, но ее поведение, ничто иное, как защитная реакция, в ответ на фрустрацию, которую вы у нее вызываете. То есть, глядя на вас, она хочет быть такой же, понимает, что не может, и начинается агрессия. Агрессия, как одна из стадий защитных механизмов при наступлении фрустрации. И в этой ситуации, я надеюсь, теперь вы понимаете причину, по которой ваша подруга так себя ведет, то есть, коллега, разобращение, коллега так себя ведет. Теперь, понимая причину, вам будет легче мириться с ее поведением. Может быть, вы даже сможете ее пожалеть. Может, вы даже сможете отнестись к ней несколько сочувственно, несколько погравительственно, с пониманием, и постараться свести именно ее напряжение к минимуму. Может быть, поговорить с ней приветливо, положительно, как-то разведить обстановку. Может быть, постараться, посвятить, как-то нести непринужденность в общение, да. Все это могло бы помочь как-то сгладить напряжение между вами, сгладить возможный конфликт, который может перерасти вас что-то больше, и никто из вас от этого не выиграет, потому что руководство может посмотреть на ваши такие вот конфликты негативные, и может обеих уволить. Для начальства не будет разницы, кто прав, а кто виноват, потому что вы можете быть и жертвой, но если вы ответите на ее какие-нибудь слова, а судя по тому, что вы пишете до них недалеко, то вы будете не менее виноваты, чем она. Для руководства. Потому что руководству важно, чтобы каждый сотрудник выполнял свою функцию, чтобы каждый сотрудник делал то, что ему положено. Если сотрудник этого не делает или генерирует конфликтную ситуацию, то, к сожалению, такой сотрудник в любом случае рассматривается как нежелательный. Дабы не подвергать вас подобному риску, рекомендую поступать именно так, как я указал немного ранее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!